ну как то вот так по громкости там посмотрим если что подкорректируем главное чтобы стрим не падал и все нормально все здорово всем кто подошел к этому моменту давайте продолжить мы пришли в больничку брукхэвен на прошлом стримце здесь очень позитивно все моречу как блин слушайте мне надо что-то сделать с кнопкой прицела как-то как-то вот тут ее жму когда не надо что-то надо с этим придумать ну ладно так карта у меня вроде появилась да буквально когда мы пришли мы взяли камеру ой камеру карту открыла дверь одновременно с хлопком петарды на улице так я вижу какую-то байду на столе здесь что-то написано потенциально это заболевание существует в каждом и при определенных обстоятельствах любой мужчине или женщину могут прийти подобно ему на обратную сторону возможно определение обратная сторона не лучшим образом отражает суть вещей отображает в конце концов не существует стены между здесь и там она лежит на границе где реальность и нереальность пересекаются это место одновременно и близко и далеко где эмулятор нет у меня пока версия но здесь управление очень странно играю фактически как на эмуляторе по ощущениям некоторые даже не считают это болезнью и не могут согласиться с ними на доктор я докторов и не философ и даже не психиатр но иногда мне приходится задавать себе этот вопрос не секрет что для нас его видение являются не более чем порождение имеем его больного воображения но для него просто не существует другой реальности кроме того он счастлив там так почему спрашиваю я себя почему во имя его излечения мы болезненно возвращаем его в мир нашей собственной реальности дописано от руки я взял у джосева ключ скорее всего это ключ от той коробки здесь конечно такое невероятное количество всяких записок диалогов и моментов которые прям четко говорят о том какая именно концовка должна быть правильной я кстати немножечко почекала так как мы выяснили на предыдущем стримце что есть еще концовка с лодкой про которую я забыла для которой и нужно собирать все эти великолепные предметы скорее всего в избежание получения этой концовки мы ее искать больше не будем потому что концовку с лодкой я честно говоря не очень хочу и будем как бы ну играть скажем так с надеждой получить концовку с машиной только без буллеров пожалуйста в чате получится отлично не получится ну что ж просто хочется с одной стороны выбить одну определенную концовку но не хочется идти по каким-то там великим гуидиком знаешь хочется как бы играть вот тут как получается и посмотреть к чему это все приведет хотя учитывая сколько раз мы уже посмотрели некоторые предметы и концовка с машенькой у нас уже отваливается судя по всему но посмотрим посмотрим как пойдет а чё машенька отвалилась машенька ты где мария а вот иди у тебя игра-то не не тихо маша скажи чё-нибудь а то чё ты как-то того этого а вот правда эту бумажку ничего не будет говорить внутри ничего нет а вот здесь различные записки но для меня здесь ничего интересного признается лучшая концовка это будка если ты про ту самую а ну да про ту самую не концовка и налог как-то повеселее будет так здесь мы взяли карту помню ну давай по кругу не тихо ну смотрите но технически я в принципе еще оставила себе небольшой вот этот момент голос тихо звуки громко непонятно но если будет орать у нас в любом случае теперь микшер будем там говорить эти орущик от сцены ой здесь же еще этот великолепный лифт закруто великолепно мне мне понравилось так вот там вот кафе и кухню чудо не потрогала и здесь слева не вообще что-то ничего не потрогала темно ничего не видно особенно весело конечно возвращаться в эту великолепную локацию в третьем сайлент-хиле ну такие вопросы в чате твича задавать лучше не стоит лучше задавать эти вопросы гуглу я думаю он без проблем тебе подкинь все что ты хочешь знать да у нас еще лицо я что-то в мужской не потыкалась и вот здесь еще комнатка какая-то сбоку потому что ну очевидно никто не будет тебе кидать ссылки которые тебе нужны хотя бы просто потому что это твич и он за такое что-то может против шерсти погладить давай давай все ладно пойдем в лифт ладно а ну лестница да нет лифта пойдем в лестницу дышка такая капец не ну она еще тут видишь побегала три минуты вокруг этих прекрасных комнат я бы уже на первом углу и сдохла так давай последовательно да нет 3 меня на крышу пустит вообще должны рано или поздно на моей памяти может быть немножечко не в этом промежутке времени ну чё с третьего на второй мошенника ты чё меня пугаешь так загадки во тьме я пока не знаю что получить нет надо ай Пипец, и это нормал, чё они такие живучие? Да фак, это было просто очень больно. Так, ну, учитывая, что мы хотим концовку с машиной, давайте пока не будем лечиться. Ой, точно не надо лечиться. Кстати, я чекнула, ну, случайно так получилось. Я когда почитала про концовки, оказывается, синий камень, он как раз-таки нужен для концовки НЛО. Его нужно в какие-то правильные точки применить, в каких-то правильных моментах, ну, это, конечно, очень своеобразно. Может быть, на изи переключим? Да нет, он уже впал, я нормально все. Другое дело, что меня удивляет просто, что они такие живучие и так больно бьют. Я просто очень плохо помню второй Silent Hill. Я помню хорошо достаточно первый, ну, вот по тому, как это все происходит, и третий, потому что я в него в свое время надрачивала просто какое-то невероятное количество времени. Я проходила на Харде, на Харде Плюс, на Харде Плюс, Плюс. То есть, у меня в какой-то момент я его знала примерно так же, как я сейчас знаю Первый Резидент. Вот этот ремейк, вот этот HD-шный. Ну, то есть, как бы, я там чувствовала себя как дома. Я его за 4 часа пробегала просто на спидах. И как бы, да. И в костюмах, и не в костюмах, и как-то я его не проходила. Мне он очень нравился. Так, лифт я не хочу трогать. Куда ты смотришь? Ой, чат, мы красненькие, мы красненькие. Блин, нулина, нулина. Мы падаем, мы падаем, мы где мы? Чат, ты жив? Блин, чё-то мне вот это не нравится каждые 10 минут. А то и меньше. Мы лаганули. Только лаганули или дропнулись? Уже зелененькая, уже зелененькая, да? Короче, бесит. Чё-то меня это крипует. Все эти нули битрейта. У вас все еще 31 минута, да? Прогрузилась. Ну, пока у вас прогружаются, у меня тут показывают 0 битрейта, и обычно 0 битрейта показывают тогда, когда стрим дропается. Поэтому я каждый раз боюсь. Так, третий этаж, небогатный контент. Короче, держим руку на пульсе. Только когда у вас лагать начинает, вы, пожалуйста, пишите мне об этом, потому что я буду хотя бы видеть, лаг это или дроп. Ну, то есть, не сразу все 35 человек, а как-то так, не знаю. Если пара человек уже написала, то все, не надо. То есть, если кто-то успел до вас. Иначе очень много сообщений будет про это. Не, вот сейчас, кстати, неплохо бы полечиться, иначе мы врывем. Ой, прям вообще плохо ему. Знаешь, что, милая? Сколько у меня патронов? 140... Откуда 147? Что? Что? Я думала, у меня там штук 30. Гуляем. Пипец. Куда ты стреляешь, Джеймс? Ну, в этом плане, конечно, боевка третьего Сайлент Хилла поприятнее будет. Там такого количества патронов, во-первых, не было. Там больше был упор на рукопашечку. В четверке так вообще еще больше упор на рукопашку. А в пятой, в принципе, начинаешь... Такие кульбиты вытворять. Ой. Потому что, ну, это странно, когда у него, во-первых, столько патронов. И столько патронов еще нужно всадить в одного врага. Проще было, по-моему, меньше патронов, чтобы враг впитывал, и чтобы меньше патронов у тебя было с собой. А так как-то очень странненько получается. Такой, конечно, своеобразненький баланс. Выходит. Слушай, ну... С другой стороны, прям сильно расточительствовать с патронами тоже не стоит. Хотя бы просто потому, что в какой-то момент они все-таки нам... Это что, начинается-то? Пригодятся. О, вот сейчас, кстати, был движ экшеновый. Не орала же уже, да? Нормально было. О, здравствуйте. Нет времени разглядывать дурацкие плакаты. Так, что это такое? Ой, в карманах что-то нашла. Ключ это комната осмотра. Хорошо, вот это что на столе такое? Если же журнал, он для меня бесполезен. Как ваши праздники? Стример чат. Марисата, здорово. Мы провоцировали Новый год на стриме. Было, в принципе, нечеток. Бодренько. В принципе, мои праздники ничем не отличались от моего... Обычного... Жизнеописания. А где-то даже и похуже. Честно говоря... Такой себе Новый год. Иру. Дробовик. Красота. Оу! Что происходит? Я просто приткнул себя. Ты в порядке? Да. Пунта-игла. Стоит тут медведя наглаживает. Обычная мягкая игрушка-зверюшка. Здесь больше ничего нет. Так. Ну ладно. Дробаш взяли. Все взяли. Здесь лежит сумка. Набитая банкнотами сверху донизу. А, нет, показалось. Внутри ничего нет. Нифига себе показалось. Подожди. What the fuck? Это как так вышло? А, все, поняла. Нифига себе. Так. Сейчас. Подожди. Сложно. Сложно с этими темными коридорами. Непонятно, где ты был. Где тебя не было. Еще эта камера. Пороется прям регулярно. Кто там жаловался на камеру в резиках? Блин, вы во второй Сайлент Хилл поиграете. В первой она как-то и то адекватнее. А-а-а! Боже. Ищи. Господь. Ты че пугай? Минус сердце. Не, посмотри, посмотри, какие живучие. И вот жаль здесь, например, когда у тебя пистолет в руках, ты не можешь добить ногой. Вот в третьей части это уже поправили и в последующих. Когда ты роняешь врага, например, выстрелами, ты можешь просто подбежать быстренько и ногами замудохнуть. Здесь все-таки надо подходить и либо достреливать, либо вот добивать. Это такое себе, скажем прямо. Так, что тут осталось еще? Лифт и вот это вот великолепие. Если оно откроется. Но должно. А, там же код. Стоп, 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 подожди. Ключ от смотровой, по-моему, да, у нас? Где он? Смотровая. Найден в кармане белого халата, мужской раздевалки. Здорово, здорово. Смотровая у нас где? На первом этаже, по-моему, около входа. Ну вот да, вот приемная, скорее всего, дверь рядом с ней. Где ничего не написано, это она. Ладненько. Пролаг, да, вижу, вижу. Главное, чтобы не было дропа. Все, вижу, да. Ну, уже зелененько, уже нормально. Так. Все, спасибо, чат, спасибо. Так, мы в смотровой, что же здесь? Стеклянная дверца шкафчика открыта. Что это за документы? Результаты лабораторного теста по расстройству личности. Результаты лабораторного теста? Я не хочу это читать. Че это ты не хочешь? Иди, Машенька, ты че меня пугаешь? На столе лежат медицинские отсчеты, но для меня здесь ничего интересного. Джеймса, конечно, очень крепуют все эти докторские помещения, учитывая, что у него жена болела. И повидал он, конечно, болезнь на своем веку. Гудеть в голове начинает при виде всего этого. На холодильнике висит записка. Только для продуктов, лекарства не хранить. Так, а че мы сюда шли? Мне нужна разгадка для загадки. Холл третьего этажа, крыла пациентов. 73-35. А, вот так просто? А как же загадки? 73-35. Или загадки только на харде. И я спутала то, что они тут будут с третьим сайлентхиллом. Потому что там хрен ты пройдешь. Сейчас, подожди. Хочу открыть вот это. А, хрен мне. Вот так вот, да? Ну ладно. Медсестра тоже что-то про желание Джеймса? Не, ну медсестры это медсестры. А вот их внешний вид такой сексуализированный. Они там в чулках, по-моему, ходят. Другое дело, что как бы... У них коротенькие халатики, чулочки. Ну это тоже от... Нехватки. Ласки и тепла. Женского Джеймса. Ввиду того, что жена болела. На доске и бюллетене что-то записано. Но для меня здесь ничего интересного нет. Так, с сапожечками, да? Подожди. Третьего этажа он сказал? А мне-то на втором надо. Ну пойдем на третий, ладно. Давай, чтоб прям точно, знаешь. Стоп, подожди, это что было? Ключ пурпурного быка. Я вообще не помню, куда это применять сейчас. Еще и объединить с чем-то можно. Святые были. Я вообще такого не помню. Ну ладно. Труп уже. Я вам Марию огрела пару раз. Ну, мы на твою концовку не идем, поэтому извините. О, он пнул. Смотри, что это он. Что, я ее не добила, что-то в прошлый раз? Ты издеваешься. Разбиваешься. Так, семь. Ой, прям вернулась во времена четвертого резидента, когда нужно прицеливаться стрелочками. Так, что там по-твоему хп? Наш Деймс. Что-то нет. Он у меня сейчас помрет такими темпами. Давай издалека. Ничего не вижу. А, нет, все-таки пинает, пинает. Надо только другую кнопочку взять. Сейчас давай разведка боем. Не, есть, есть. Просто надо просто кнопку выстрела жать без всяких прицелов. Куда ты идешь? Я же жму, нажат жму. О, пипец, скрипануло. Так, давай перезарядим это дело. Ой, прям чувствую, машина, машина поедет. Так, я вижу круг. У меня аж и мир травки, травки. Так. А-а-а, вот сюда бык. Бык, вот сюда, по-моему, бык вот втыкаться будет, нет? Ну это забей, я вообще ничего не знаю от этого. Закрыли так закрыли. Закрыли так закрыли. Машенька, ты где? Да, боже мой. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Ключ от крыши. Да, любопытно. Она очень похожа на нашу жену. И у нее тоже кашля. Наша женка тоже кашляла. Подозрительные параллели. Нарома лежать в больничке с монстрами. Закрыла дверь и сидит. Лежать всяко безопаснее, чем ходить по этой больничке. Так, ключ от крыши. Ой. Ой. Здесь все целое, красивое и классное. Еще одно доказательство того, что... Событие Silent Hill 2 происходит чуть-чуть позже, чем Silent Hill 3. Потому что, по-моему, в Silent Hill 3 изначально там все нормально с крышей. А здесь, ну, скажем так, будут некоторые коррекции. На полу лежит дневник. Так, так... Май 9-го. Дождь. Точнее, 9-ая мая. Смотрел в окно целый день. Здесь мирно. Делать нечего. Мне до сих пор не разрешают выходить на улицу. 10-ая. Все еще идет дождь. Опять же, кстати, дождь. Вода. Немного бы поговорил с доктором. Спасли бы они меня, если бы у меня не было семьи, которую нужно кормить. Я знаю, что я слаб и жалок. Не всем быть сильными. Май 11-ая. Опять дождь. Мне сегодня тошнит от лекарств. Если мне лучше только тогда, когда я под влиянием лекарств, так кто я вообще тогда такой? Май 12-ая. Как обычно, дождь. Не хочу больше никому доставлять проблемы, но я в любом случае это делаю. Действительно ли это такой уж большой грех? Бежать, вместо того, чтобы драться? Некоторые люди могут сказать так, но они не живут так, как. Возможно, это эгоистично, но это именно то, чего я хочу. Это слишком тяжело для меня. Слишком тяжело. Май 13-го. Дождя нет. Доктор сказал, что меня выпишут, что мне нужно идти домой. Я знаю, что я слаб и жалок. Я. Дневник на этом заканчивается. Что здесь делает этот дневник? Лак. Ну, это, кстати, уже не у меня. По-моему. У меня все зелененькое. Ну, спасибо большое. Чьи-то ноги тут. Что это? А, это вот это вот поломано все. Окей. Так, где мы? Комната спецухода. Волшебно. Откроем я дорожку. Тут на стене что-то написано. Крути, 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 крути цифры. Лучше их не забывать. Чтобы не забыть, я написала их на стене. Это мое секретное имя. Только я не понимаю, что там за цифры. Я вижу только 33. 33, 11 или что это? Здесь, по-моему, кстати, цифры меняются. А вот здесь смотришь вообще какое-то другое. Какое-то 12, 37, что-то такое. А здесь 33, 11. Здесь, по-моему... Или 33, 17, что-то такое, да. Ну, короче, какое-то такое вот. Причем они, по-моему, меняются в зависимости от прохождения. На первом прохождении тут другие цифры вообще. Либо просто меняется рандомно, знаешь, как бывает. Вроде 17, ну, либо 11, либо 17. Разберемся. Слушай, а, подожди, это не в этой части, что ли? Записка из мягких вот этих комнат будет. Блин, из-за того, что эта локация есть в третьем Сайлент-Хиле, у меня перемешаны в голове. Некоторые моментики. Так, ну-го, на второй этаж. Полечить, что ли, Джеймса уже? Мне кажется, он уже находился своим плюсиком. А, тут это Руфа. Ну-ка, кстати, на Руфе что-то изменилось. Я помню какие-то изменения, которые говорят, по-моему, в пользу как раз-таки того, что Сайлент-Хилл происходит позже. Третий. То, что крыша как-то выглядит... по-другому. То есть... Что-то там были какие-то моменты такие. А, не, не то, что позже, а то, что, наоборот, раньше. То, что по времени хронология идет... Ну, да, да. То, что первая, третья, вторая, четвертая. Да, все правильно. Что-то такое, короче. Опять же, мы находили здесь записку, которая уже говорит, что вот-вот-вот прямо сейчас, вот-вот-вот уже Уолтер Салливан себя суицидовал в камере. И, как бы, все. На этом закончилась история серийного убийцы. А в четверке ты такой... Подожди. Мы еще не закончили. А почему здесь... Подожди, что? А почему здесь открыто? Почему ничего вбивать не надо было? Почему она открылась? Че-то я запуталась. Может, это вообще... Не от этой фиготы, а может, это от сейфа? Че-то я запуталась. Слушай, у меня все вообще... Все смешалось. И люди, и кони, и... Одна Брукхевен, с другой Брукхевен. Мы же вбили уже в другом месте. Мы вбили в другом месте, а сейчас мы нашли другие цифры. Мы на третьем этаже открывали, а этот, это второй. Я либо не... Короче, я запуталась. Либо я не подрыгала, потому что я думала, что заперто. Потому что я два раза, например... Я пыталась дверь открыть, и мне два раза показывали циферблат, и я думала, что, типа, меня не пускают, потому что надо вбить. Так, минуточку, погоди. Это что такое? Лист коперки все еще вставлен на машину. Я могу прочитать то, что осталось на нем. Я знаю его, я знаю код коробки. 54-12. Он ему больше не поможет. Кодовый замок не испугает меня. Так что никто не сможет меня остановить. Может остановиться... Кто я? Кто я? Не знаю. Кто я? Кто я? Кто? Я? Повсюду разбросаны листички бумаги. Просто обычная белая бумага. Блин, Алан. Ты что-то не туда забрел. Так, давай. Пинаю на меня, смотри. О, видишь какая? В коротенькой юбашке. Чулков, правда, что-то не видать. Хотя вроде были. Может, они на концепт-артах были? Я их так и запомнила. Потому что в ремейке они точно в чулках. Из-за этого они выглядят реально... Причем там с подтяжками, знаешь, прям так шлюхово выглядят очень. Может быть, поэтому я думала, что они и в оригинале есть. Патруши. Пора перезаряжаться, я чувствую. Да я мая. Так, ну давай, давай же Деймса полечим. Что-то он там уходит немножечко ушлепанный. О, нифига себе, он уходил в таком состоянии. Ну, давай, давай, немножечко походит он. Через эмулятор? Нет, на ПК. Без эмулятора, в смысле. ПК-версия. Так, а что он еще? Лазуритовый глаз. Где он, глаз-то этот ваш? Алло, а, вот. Вр-вр-вр-вр-влаз, радужная облачка глаз сделана из лазурита. Ну, мне это пока ничего не говорит. Блин, очень плохо помню второй Силент-Хилл. Смотрю на эту больничку и жду загадок, которые были в третьем, понимаешь? Уважаемые. Уважаемые. Телевизор. А, там еще одного, господи, даже. Я взяла, пошла дальше. Так, ну ладно. Блин, она заперта, я не могу открыть ее. Джеймс че-то психанул. Что, можно как-то? Блин, опять, господи, за сколько можно идти с запертой двери? Бесит, 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 бесит. И пошел дальше. Так, что-то мне показалось. Слушай, точно. 33, 11 или 17 точно было от... Так, чат. У нас лак или у нас дроп? Лак, да? Не дроп, нормально. Живем? Все хорошо? Лагули, лагули, да? Все хорошо. А то я только посмотрела на счет, смотрю, там ноль. Думаю, весело. Этот пароль 33, 17, он точно от сейфа, потому что там было крути, крути, крути. А на сейфе один из замочков, он был крутящимся. Получается у нас, что там, 54, 12, да? И 33, 17 или 11, что там? Остался третий. Или ключ там нужен последним. Может быть там лазуритовый ключ как раз-таки? Все-таки решили продолжить. Ну, я поняла, что мне все-таки слишком хочется пройти. Кому надо, тот придет, посмотрит вместе со мной на игру. Кому не надо, ну, нет. Я очень давно не играла во второй Silent Hill. Надо освежить. Тем более, первый, третий, четвертый мы недавно относительно на Твиче коллектили. И как-то в эту коллекцию великолепно неплохо бы и второй поиметь. И хомкоминг проходили. Так, что дело такое. Другое дело, что я не уверена, что на YouTube попадет, потому что на YouTube к музыке Акира Ямаоко очень прилетает всегда. На нее, верни. Или из-за нее. Так, что дело такое? Слушай, ну такое ощущение. Такое ощущение. А, подожди, может быть, это на первом этаже? Ой, блин, на первом же еще этаже. Так, на минуточку тогда. Может быть, на втором этаже открывалось? Я просто не потрогала. Это на первом замочек был. Я запуталась, а. Сейчас, значит, пойдем на первый. Пощелкаем тогда там. Дверь. Да, это вот здесь вот, наверное, он мне предлагал. А ты не хочешь как-то на замочек лицо свое? Джеймс? Что-то он не наводится. Может, и не должен, правда? Так, ведь есть YouTube, но старая. Можно было бы освежить. Ну, в принципе, смотри. Ладно, давай тогда. В S14, по-моему, да? На третьем этаже был этот великолепный сейф. Давай тогда поднимемся на третий этаж. Заодно проверим, вот этот 3317 это от сейфа или нет. Чтобы, так сказать, успокоиться. И надо понять еще, от чего ключ, потому что лазуритовый. Я что-то не очень... Курю, от чего он там. Где у нас вообще заперто было? У нас было заперто преимущественно от элевейтера на втором этаже, где, блин, у Джеймса случился. И проход к палатам на первом. Но там ключ он не применяет, да и лазуритовый ключ, это вряд ли оттуда. Тем более он применил бы автоматом. Кухня на первом, там все завалено, там не открывается в принципе. Пойдем, короче, тестить. А, о, кстати, здравствуйте. На стене что-то написано. Луиза, я буду заботиться о тебе вечно, это моя судьба. Луиза. Так, что там? Давай попробуем. Я жду, что он в другую сторону будет крутиться. А, 11, все-таки 11, чат. Не 17. Так, 54, 12. Так, и... Великолепно. Как насчет открыть? А, еще не все, что ли? Подожди. А что еще-то тебе надо? Ишь! Так, здесь ничего нет. Хотя нет, я ошибся. Внутри лежит, блять, волос. Так, и теперь. Здесь тоже манчелы есть? Не, нет, только в третий. Ну. Да, бля, как тут объединение-то? А, ух ты, как интересно тут работает. Смотри, внизу какая-то штучка. Они вот так вот работают. Это как это вообще так? Как странно оно. Ну, ладно. Надо теперь найти место, где нам нужно выловить что-то. Ай. Так, ну, хорошо. Что у нас есть? Тут и элевейтер, кстати, если... С этой лестницы что-то не потрогали. И душевую не потрогали. Кнопка лифта. А, это вот, блин, там где было, это был третий этаж, да? Душевую ложную. О, ну вот, как раз таки. Здравствуйте. Ну, это, конечно, ловкость рук подцепить на волосине с крюком ключ. Это магия какая-то, скажем прямо. Мне кажется, проще было что-то другое найти. Но Джеймс не ищет легких путей. Хорошо, у нас есть ключ от этого великолепного, замечательного лифта. Но я не могу не ткнуть еще раз в этот лифт, чтобы он брюкнулся. Но нет, нет. Ох, это тот самый великолепный лифт, да? Ой, боже, а я не помню, слушай, уже нихрена. Сейчас. Сейчас, подожди. Прежде чем мы двинемся в великолепные... ...испытания на интеллект. Ага. Это я помню. Это я помню. А там будет еще какой-то хитропопы, который я не помню. Ну, ладно. Куда мы ехаем? А куда мы ехаем-то? На первом этаже у нас было жилье. Ехаем! А что, нет? Не здесь, не... Это не тот лифт. Да что ж такое? Везде разочарование сплошное. Ой, чатик лак, да, опять? Что ж такое? Да, да, вижу. Отошло. Ну да, сейчас уже быстрее отходит, я замечаю. Так, аж Деймс куда-то смотрит. Вот. Отошло. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 пришло. Святые боги. Губы из плоти называется этот босс. Как бы странно это не звучало, конечно, на русском языке, но это так. Некое тело, прикованное к металлической... Кроватью можно это назвать. Как-то видеть, куда я бегу. Символизирует человека, прикованного к кровати. А губы из плоти, ну то, что мы видели губы. Очевидно, женские губы. Потому что, когда ты прикован к кровати, явно твое настроение будет достаточно позитивным, чтобы оно никогда не изгнить и не говорить каких-то гадостей. Просто потому, что тебе достаточно хреново в этой жизни. Блин, камера летит. Спасибо, я вообще все вижу. Еще в кнопках что-то покатаюсь, пипец. Да, бляха. Удомно, пипец. Вообще же. У меня просто кнопка бега и прицела плюс-минус рядом, и я их постоянно пуду. Ой. Все, умерло. Сейчас, по-моему, третий вывалится откуда-то. Да куда ты стреляешь, Джеймс? Это бой уже. Тихо, тихо Как-то задевала ты меня все это время Все Да, что-то опять тлак, что-то он зачистил, зараза Так, ну, добро пожаловать в полноценный такой великолепный Альтернативный мир И здесь особенно, вот с этого момента особенно Хорошо видно то, что у Джеймса его альтернативный Silent Hill Он покрытый плесенью Водянистый, с дождем В общем, очень много воды Кто говорил Джеймс, это был голос Мэри Или Мари Потому что голос там, в принципе Тот же самый Вот видишь, все в плесени Сгнило от влаги, все запузырилось А это вот, как раз-таки Мир Джеймса Великолепный Видишь, он как бы не сильно отличается от Настоящего мира То есть нет вот этих вот Ржавых Решеток Там еще что-нибудь Просто тот же мир, но Покрытый, видишь, какими-то пятнами Похоже, знаешь, на Некроз Что-то вроде того Ну это, естественно, тоже и ржавчина, и плесень И вот это все От воды, от влаги Пол вон все В плесени весь Что может Также намекать, что это Тоже как-то отсылает К Мэри И ее болезни Видимо, болела она Не очень Скажем так С визуальной Точке Точке Приятно Хотя Никакая болезнь Не будет С визуальной точки Приятно Но я имею ввиду Что На внешность Влияние тоже Оказывало Очень сильно Болезнь Также, например Было, например В третьем Сайлент-хиле Там был Враг Кэнсер То есть Такой Большой Раздутый Жирный Труп И он тоже был Да что такое Это, господи Он тоже был В раковых Каких-то Таких вот Опухолях Во всех И они выступали У него на поверхности Тела И выглядел он Честно говоря Примерно Как некоторые стены Здесь По цвету И по общему Внешнему виду Так Лестницкая Надо дверь Вот справа Потрогать И сзади Одну Не потрогаю Слушай, хорошо идем В том плане Что У нас практически Всегда этот несчастный Крестик мигает Ой Там опять лак Или опять Опять дроб Блин, что-то он зачастил Мне не нравится Давайте Может быть потом Сейчас вот Допройдем больницу Попробуем Перезапуститься Может нас Кинет на какой-нибудь Сервак Поприятнее Смотри Смотри На каркаж Да Мне кажется Тут и без карканей Вполне может случиться Или там Небольшие лаги Просто честно говоря Когда вот такая фигня Происходит Есть риск То что и на других Серваках будет так же А то и хуже То есть Если вот такая фигня На твиче происходит Есть риск Скажем так Нарваться на Еще более Плохой вариант А так если оно чуть-чуть лагает В принципе На записи кстати Эти лаги не остаются Можно было бы не рисковать Так, наверное Вот здесь будет Это великолепие, да? Да нет Не здесь Да что ж такое-то Да, просто пишите Что это точно лаг Чтобы я не переживала О дроби Так Дело такое Кровать лежит листок бумаги Я была заперта Внутри чулана В подвале Там было так темно И тесно И мне было так страшно Я вранила все Мое Бесценное кольцо Но я не вернусь туда Ни за что в жизни Сухой гальванический элемент Ключ Кладовой Часть боев Обоев сорвано Я вижу, что под обоями Что-то нарисовано Может это Эти руки что-то ищут Да что ж такое Или это просто символ боли Так Какой там гальванический элемент Че там Гальваническая батарейка Знаете Ну в комнате больницы Самая обычная Гальваническая батарейка Ключ Хранилище в подвале Великолепно Давай Давай сейчас Самый хороший момент Для того Чтобы еще Немножечко Поисследовать Предмет Саунд дизайн Конечно Офигенный Во втором Саунд Теперь Во втором В третьем В четвертом Везде Вот в этой тройке У всех У всех Жирно Помазано Так Теперь Ну да Идем по дверям Горлуп Ой уняши Ну куда Какой горлуп В сайлент Горлуп Ты что Ты смерти голубю хочешь Чем он От шрама Он заслужил Такой Сколько У нас Это точно Выпускай тут голуби Летать В помещении А там Куда Пошли Три двери Справа Две Слева Да Да Блин Очевидно Ну вот это Не очевидно Здесь есть что-то Похоже на холодильник Откройте Да Мало каши ел Джеймс Это бесполезно Дверь Слишком тяжелая Чтоб открыть ее самому Ну ладно Зато мы знаем Что здесь есть Холодильник Хорошо Куда мы сейчас Идем Мы можем Попробовать Выйти сейчас На втором этаже Если нас Выпустят Вообще Нет Конечно Значит Надо в лифт Обратно И на третий Так Мадамы Видишь Как Плесенью Все покрылась Разводами Грязными Похоже Даже В какой-то степени На такую Знаешь Блюводку Так Маша На кушетке лежит Обрывок бумаги Просто какие-то Каракули Тут что-то написано Она ангел Никто не знает Только я могу Видеть Леди из двери Они не могут Пройти По ее Эфирному мосту Они Падут Под тяжестью Своих Преступлений Как Распухшие И уродливые Трупы Она поглотит И грехи И грешников Она спасет Меня Она ангелов Ну это в стене Вот Так Господи Дома Ай-ай Да ты убей Меня еще Я что тут Не лечусь Чтоб вы меня убили Так Сейчас Чтоб Джеймс Совсем у нас не околел Надо Наверное Сейчас полечить Будет Сколько тут Палат И вроде Без фонарей Не агриться Ну что Мне теперь В темноте Ходить И вам Черный экран Показывать И опять же Все равно Чокнут Если мимо Пробегать Мож Лучше Избавиться Заранее Что такое Вот она Красотка На двери Нарисована Молодая Женщина Как-то ни странно Но часть руки На картине Выглядит объемно И выступает Из двери Они же не встают Нет Здесь иногда Просто новые При выходе Из локации Появляются Здесь стоят Пустые пузырьки Из-под лекарств Но те ли это лекарства Что принимала Мария Неужели Мария Тоже больная И при этом Смотри Звук Как будто бы В маску Дышит кто-то Либо какие-то Ингаляционные Процедуры Проходят Хотя одно Второго не отменяет Женщина из двери Не местный бог Или она просто Женщину изображает На данный момент Просто женщина Во втором Сайлент Хиле Нет практически Ничего Что отсылает К культу Сайлент Хилла И Тому богу Которому они Поклонялись А вот в четвертом Там прямо Помазано И четвертый Он в принципе Довольно Связан со вторым Как раз таки Потому что Здесь уже Уже Упоминался Уолтер с Аливан Ну где вы там Мадам Нужно что-то Видеть Дэмс Слушай Она на крышу Пустит Стоп Подожди А сюда Пустит Нет А Это и есть же крыша Можно на третьем этаже Ого Ну-ка Ну-ка Подождите Смотри Ну давай Последовательно Тогда Я не ожидала Что она Откроется Все Больше ничего Здесь ничего полезного Ну ладно Какой жуткий саунд Ну еще бы Че будет Дальше Ну Где-то есть-то Господи Сахар Всегда такие Жуткие Эмбиенты Ну как бы Да В этом Смысл Так Пока не рискну Вот этот Несчастный Блин Заходить Давай Сходим На Этот самый На первый Я не уверена Что меня выпустят А А и на втором Еще мы Не побывали С этой стороны Сохраняшка Опять же Здесь не просто так Ахрен мне Да Ну Тем Наверное И лучше Хорошо Хорошо Тогда Мы возвращаемся Наверх Идем в лифт Потому что нам нужно Спуститься В подвал А еще Первый этаж Надо почекать Первый Пойдем На первый Я не думаю Может он нас Выпустят Конечно Крайне Сомневаюсь В этом О Ну-ка А Даже так Это в любом случае Не совсем то Что нам нужно Это шкаф Не похоже Что у него лежит Что-то полезное Сдвинуть Да Так Пока что Туда Не полезем Подождите Это какие-то Низовые Подождите Мне надо Потыкать Все-таки Лифт Тогда Я должна Успокоиться Относительно Лифта Силен Одной рукой Двигает шкаф Ну что Я тоже Двигала Тоже Мне Все Зависит От шкафа Ну я Двигала Двухметровый Из цельного Дерева Так А он Открыть Холодильник Не может Одной рукой Даже Двумя Тоже Мне Силач Силач Стример Силен Стримеру Просто Очень было Надо Так Давай Для моего Успокоения Да Слава Богу Все Надо было Сразу Это конечно Сделать Но я боялась Что мы на скрипт Наткнемся Чем больше шкаф Тем громче Крихтит Тот Кто его двигает Ну не Кстати Я не крихтела Было бы нормально Если нормальная Движущая Поверхность Дафак Что за писк James Mary Oh Maria It's you I thought you were Sorry Anyway I'm glad you're alive Anyway What do you mean Anyway You don't sound Very happy To see me I was almost Killed back there Why didn't you Try to save me All you care about Is that Dead wife Of yours I've never been So scared In my whole life You couldn't Care less About me Could you No I Just Then stay With me Don't ever Leave me alone You're supposed To take care Of me So What about Laura Did you find her Yeah But She ran away We've got to Find her I Do you Does she care about her Do you Know her I've never met her before I just feel sorry For her She's all alone And for some reason Это скрипт или развилка? Это скрипт, это сюжетный скрипт. Медное кольцо. Так, ну теперь нас двое, мы можем попытать удачи с тем несчастным холодильником. Какие странные диалоги тут, хотя тут по-любому подтекст есть. Есть. Безусловно, есть. Так, где у нас там холодильник был? В DLC про Марию будем говорить. Честно говоря, у меня с ним странные отношения, так что, скорее всего, нет. Так. О, кстати, почему я тут не пробовала выйти, потому что не открывалось. Ну, это если не тупить. Нам бы тут основную игру пройти. Ну, посмотрим. Давайте пока не будем про него. Будет настроение, пройдем. Не будет, ну и грубою. Концовка там необычная. Ну, давай мы еще про концовку поговорим. Так. Где там холодильник-то мой был? Мне надо в лифт и, по-моему, на первый этаж, да? Ой, на второй, на второй. Ой, может быть, сейчас случится великолепие? Это ж когда как не сейчас-то. Даа! Привет всем! Спасибо, что настроились на нашу волну! Добро пожаловать на очередной выпуск шоу Награ дэйля! Разоградишь? Продолжение следует... 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 Будет тут стена или чё будет? Может быть, надо сперва сделать женщину с кольцами? Я не помню. Вот в чём проблема. Не помню, когда именно это всё делается. Это что здесь? Да, только палаты были. Здравствуйте. Может быть, действительно сперва сделать эти все штучки? Он же сказал на третий этаж, да? Может, действительно пустые женщины? Типа открываешь женщину, у тебя всё открывается тоже заодно. Подожди. Потому что тут-то ничего нет. Только вот это всё. Добро. Вопрос, конечно. Постоянно забывала, где это всё открывается. На складе, может, что-то появилось. Не помню. Склад, мы там были. А, вот оно. Здравствуйте. Ой, сейчас мы сохранимся, конечно, читерно. Нет, мы сохранимся. А чё так странно сохраняем? Question one. Так, три. Один. Е-е-е-е-е-е-ей. Этой штуки не было, она появилась, да? Вот. Истинный знаток Сайлент Хилла ответит на все три вопроса. Ну и чтобы вы понимали, где находится Мейтан Авеню. Вот она. Вот эта вот длинненькая, длинненькая. Ну, а наверху он Лейксайд Парк отдыха Ну, он не парк отдыха, он парк развлечений Ну, а про Уолтера Салливана Ты смог бы узнать только Если бы почитал ту газетку В самой первой локации Помните, мы в мусорке, когда монетку подбирали Там мы читали газетку Там про Уолтера Салливана написано было Да и до этого вообще Хорошо, вот теперь мы идем Спокойно На второй этаж Господи, я темно, нифига не видно Открывать замечательный, прекрасный Холодильник Так, ну, давай, можешь Ты не можешь открыть это? Да, Мария, дай мне одну руку Давай, ты должен быть большим человеком Какая-то маленькая девочка, как я, должен помочь? Сейчас возьмет, он такой Халк Как Халк просто Держи, Джеймс Ты возьми Спасибо Спасибо Ха-ха-ха-ха Волен я с этой озвучки каждый раз крикаю просто Ммм, спасибо Стоят такие на дне дна Ну, как, фу, слыши, какое гаверное кольцо Держи, тебе самая она Ммм, спасибо Я не могу Ладно, возвращаемся на третий этаж Там женщина заждалась Ммм, thanks Ему, по-моему, вообще не сказали контекст Вообще ситуация В этот момент Давай Ну, давай, великие кольца Все власти Одно кольцо Так, можно еще открыть Ей Надо пять штук Ну, тогда десять бы надо было Нет, два Руки две, два кольца Это как в этом, в Скайриме Больше одного кольца на одну руку не наденешь Ну, Маша На поле лежит какая-то записка И содержимое довольно трудно прочесть Тут написано корявым почерком Я взяла ключ у директора Тот самый, что от музея Господи Я спрятала его в молящейся Замолящейся женщиной в парке Когда вышла на дневную прогулку Угу Я подобрала его, но я не воровала его Я Я, видя, не преступник А, это специально так сделано Окей Это детеныш, что ли, какой-то Тут самое, что от музея Блин, это, по-моему, надо будет Помните, эта статуя была в парке Там под ней кучка какая-то была Под этой статуй Вот, по-моему, туда нам надо Но прежде чем мы там сможем Выкопать этот ключ Нам нужно найти Тут где-то лопатку То ли чё Что-то такое Ой Вы открыли женщину Теперь вам доступно Сердце Одно Печень Одна Лёгкие Два Почки Две Кишечник 5,5 метров Почему 5,5? Подожди А как же 12-перстные Великолепные Так, ну Сейчас, в принципе Вот этого раньше не было тут Ой, сейчас Пролаг закончится Чтобы В этом великолепии Хорошо Сейчас будет Блин, сейчас будет Все, берем За нами За нами бежит, бежит, бежит Пирамида Бежит за нами Он бежит, бежит, бежит И за Машенькой бежит И за нами Он бежит Щеми Мария, давай Швычи Быстрее, Маша О, Пирами О, Пирами О, Пирами О, Пирами Мария! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень хорошо, что мы нашли это великолепное место Потому что нам тогда надо И вот тут надо выкопать штучку А вот туда впоследствии пойти Скопировала на карту Ключ от вестибюля больницы Ну да, мы бы иначе не вышли И лора О, она немножечко подвисла на экране Потому что у нас вайтскрин Расставлены книги о медицине, городе и истории Нет времени читать Дюджин, спасибо большое за подписку на Бусти Спасибо большое за поддержку канала Субтитры создавал DimaTorzok